Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать всех, кто сегодня с нами, кто будет смотреть нас в записи. И сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие по книжным или тематическим коллекциям ЭБС Университетская библиотека онлайн. Познакомимся, что же они из себя представляют, что там вообще есть и какие богатства там могут скрываться. Вообще это раздел, который может быть несколько незаслуженно, на него не обращается внимание. Обычно к ЭБС Университетская библиотека онлайн обращаются за учебниками, за какой-то учебно-методической литературой, а про коллекции, которые есть в ЭБС, иногда даже и не знают. Не то что студенты, сами преподаватели, а это очень обидно, потому что там действительно скрывается очень много ценностей, сокровища и драгоценностей, которые могут нам помочь и в нашей работе, и в нашей учебе, и в подготовке материалов, статей и так далее. Вот сегодня мы небольшую такую обзорную экскурсию по тематическим коллекциям с вами совершим. Ну а дальше вы уже, ссылка у вас будет, я вам расскажу, как туда попасть, где они живут, и вы уже самостоятельно, знаете, как в музеях есть общая экскурсия группой, а потом дается свободное время. Ну и на любых экскурсиях есть свободное время, можно самостоятельно погулять. Вот у вас тоже будет такое свободное время после вебинара, неограниченное, когда вы сможете погулять и сами уже посмотреть, что еще есть в этих коллекциях. Вообще тематические коллекции это систематизированные целостные подборки литературы, в основном научная, научно-популярная и художественная. Хотя учебная там тоже будет, я вам покажу пару разделов, где это можно найти, но особого рода. И вот эти вот подборки, они по определенной теме или по определенной проблеме формируются. Коллекции составляются профильными специалистами и их состав, перечень, он постоянно обновляется, то есть это динамичная работа. И сегодня мы с вами два вопроса разберем. Небольшая и краткая экскурсия по самим тематическим коллекциям и вторая небольшая часть я вам покажу. Это все будет в презентации. Я вам покажу варианты доступа к этим сокровищам. Там есть разные вариации и есть разные возможности. Они дают, но сразу скажу, для физических лиц в конце я вам тоже покажу, как это туда можно проникнуть. А туда можно проникнуть и физическим лицам. Но есть небольшие различия, о них тоже сегодня поговорим. И переходя сразу, а давайте сразу прям вот в дверь постучимся и зайдем. С тематическими коллекциями и книжными коллекциями мы уже начали знакомиться на одном из наших предыдущих вебинаров, когда говорили о книжном ядре русской культуры. Это отдельный проект Директ Медиа. Очень интересный проект. Кому интересный тоже мне можете просигнализировать. Я вам потом ссылочку дам на этот вебинар. Там более подробно про это книжное ядро разбирали. И в конце я вам тоже про него расскажу. Он для нас важен. Он дает доступ как раз вот к книжным коллекциям для физических лиц в первую очередь. И с тематическими коллекциями мы в рамках предыдущих вебинаров о книжном ядре и когда говорили про историко-патриотическую библиотеку неисториану, мы тоже упоминали про тематические коллекции. Вот сегодня пришла пора немножко туда заглянуть поглубже. Книжные коллекции в эти книжные коллекции или тематические коллекции это одна сущность. Вообще коллеги есть две большие сущности ВБС университетская библиотека онлайн есть книжные коллекции или тематические коллекции это одно. Это один раздел. И есть еще издательская галерея или раньше они назывались издательские коллекции. Это другая сущность. Вот если нас интересует учебная, учебно-методическая литература, научная литература, монография, современная, самая свежая различных современных издательств, это в издательские коллекции. В книжных коллекциях и в тематических коллекциях там немножко другие богатства живут. Хотя современная литература тоже попадается, но там очень много и за предыдущие годы изданий, иногда очень редких, иногда очень дорогих, которые не просто так найти, да еще с возможностью полнотекстового доступа, так сказать, в открытом доступе нет, там все-таки подписка должна быть. Познакомиться и все это сделать официально и даже можно брать фрагменты, скачивать и все это легально. Но опять же не забываем про оформление ссылок. Вот поэтому мы сегодня говорим не про издательские коллекции, не про учебную литературу, учебно-методическую или монографии современных авторов, да мы говорим немножко о другом, о тех коллекциях, которые представлены вот в этом разделе. И где живут тематические коллекции или книжные коллекции? В книжном, в проекте книжное ядро, когда вы заходите, если заходить через этот проект, они будут выглядеть и представлены вот так. Ага, показываю, а указку не взяла. Они будут представлены вот так, вот такие плашечки, вот мы выбрали коллекцию. Опять же, здесь представлены большая часть, но не все. Я вам покажу, какие коллекции есть еще в ВБС. И если кликать по плашечкам, то у вас будет открываться именно эта коллекция. Заинтересовали нас «Великий музей мира», у вас откроется коллекция «Великий музей мира». Интересует нас лучший современный художник, и у вас откроется эта коллекция. Ну и кнопочка «Показать еще», она вам откроет еще дополнительный список, и выглядеть это будет вот так. Вот так выглядят книжные коллекции в книжном ядре русской культуры, в проекте. Вот здесь они, видите, называются тематические коллекции. Вот это оно и есть. То, о чем я вам говорила, что это суть одна. Выглядят они вот такими цветными плашечками, разделены на блоки, и в каждом блоке вы видите огромное количество, от нескольких до десятков коллекций, не изданий, коллекций. И в каждой вот этой коллекции внутри блока еще от нескольких десятков до нескольких сотен, а иногда тысяч изданий. Ну вот, прикиньте, объем, да, вот этого богатства, которое здесь есть. Справа есть бегунок, поэтому можно перелистывать коллекции либо здесь, либо с помощью бегунка и выбирать то, что нам нужно. Это один способ, как можно попасть в книжные коллекции. Второй способ, где они еще живут, вернее, откуда мы еще можем зайти. Знаете, как в доме есть несколько входов, вот здесь тоже есть несколько входов, но мы попадаем немножко в разные части дома. Второй способ для подписчиков ЭБС. Неподписчики ЭБС тоже могут им воспользоваться, но у вас не будет полнотекстового доступа к самим книгам здесь. Если у вас нет подписки на ЭБС, ваша организация не подписана, вы сможете увидеть, посмотреть каталог, да, но почитать книгу не получится, да, хотя информацию о ней вы можете снять. Заходим на главную страницу университетская библиотека онлайн. С главной страницы библиоклаба это можно сделать. И дальше выбираем в плашке меню, на верхнем меню раздел сервисы, книжные коллекции. Все, и мы тоже попадаем, видите, похоже, точно такие же плашки, такие же рисунки, там только парочка рисунков здесь заменили в ядре, поэтому они немножко будут отличаться. И тоже идет перечисление тех же коллекций, также бегунком можно пролистывать. Сегодня я вам покажу то, что интересного есть в коллекции ЭБС, вот именно если мы будем заходить вот так, да, через университетскую библиотеку онлайн. И вот про вот это вот наполнение этой коллекции, вот отсюда мы с вами и совершим нашу экскурсию. Потом я вам скажу, какие есть небольшие отличия между книжной коллекцией, в которой мы заходим через книжное ядро, и коллекцией, в которой мы заходим через университетскую библиотеку онлайн. Они небольшие, но есть. Здесь что мы имеем? Мы имеем 18 вот таких больших блоков, 18 в каждом блоке десятки коллекций, от нескольких до десятков. Ну и дальше то, что я вам уже говорила, вот оно все здесь присутствует. Как, из чего состоят тематические коллекции, и небольшое путешествие по ним мы сейчас с вами и совершим, уже заглянем вглубь. Состав структуры, конечно, все-все-все подробно разобрать мы не сможем, но хотя бы приблизительный такой краткий обзор, чтобы вам ориентироваться, что там есть и принимать решение, насколько это вам важно, нужно и пригодится. Начнем мы с знакомого уже тем, кто был на предыдущем вебинаре. По книжному ядру мы знакомились с несколькими коллекциями. Вот так она выглядит в книжном ядре, вот так она выглядит в университетской библиотеке онлайн в разделе коллекции. Поэтому просто вспомним, что есть. По этим коллекциям быстренько пройдемся. Что здесь находится? Более 30 выдающихся писателей и поэтов отдельными коллекциями, собрания сочинений, различные недельные аудиовизуальные материалы, самое главное литературная критика, ну и литература о самих писателях тоже имеется. Про воспоминания мемуары я вам покажу. Есть отдельный раздел, хотя здесь какая-то литература тоже присутствует, но есть отдельный раздел, который я вам покажу очень интересный, очень богатый. Ну и в настоящий момент наполнение этого блока идет, этих коллекций, поэтому количество авторов будет увеличиваться, особенно в библиотеке русской классики, в проекте книжного ядра там уже идет пополнение этого раздела. И здесь вот этих вот коллекций или подразделов, их 33 коллекции, среди которых вот часть из них я вам здесь перечислила и для примера привела по наполнению, сколько книг есть по той или иной коллекции. Ну вот у Хлебникова всего как бы 5, но там есть очень интересный том, называется «Творение», так называется «Творение». Посмотрите, там очень интересное, необычное издание. И вот эти ссылочки, они активны, поэтому я вам их тоже даю, презентацию скачивайте. Ну а вот «Русское зарубежье», «Россия вне России» тут целых 114 изданий есть. И внутри каждой коллекции они тоже делятся, если много изданий, они делятся по разделам. Там тоже легко можно будет найти то, что вам интересно, то, что нужно. Это вот по русской классике. Опять же, мы говорим о русской классике, поэтому был у нас как-то вопрос, спрашивали, а вот современные авторы, ну вот когда они попадут в разделы русской классики, они, конечно же, здесь появятся и появляются, но в основном здесь речь идет о русских советских писателях. Очень много по Серебряному веку, очень много по XIX веку. И здесь есть несколько очень интересных коллекций, про которые я вам тоже сейчас покажу. И кратенько мы на них остановимся. Ну вот, что входит в библиотеку русской классики. Обращаю ваше внимание на правую сторону слайда. Одна из коллекций в этом блоке – «История России в романах». Это просто уникальная коллекция. Здесь собрано более 60 увлекательнейших произведений на тему истории, которые выстроены в хронологической последовательности от момента становления Руси до XX века. Это романы, большинство из которых широкой публике сегодня практически неизвестны. Тогда как в свое время, в XIX-XX веке, они пользовались большой популярностью, за ними гонялись, ну как сейчас сказали бы, бестселлеры, топ исторической литературы. Феноменальнейшая популярность у них была. Язык великолепный, невероятные интриги – это то, что позволяет войти в тему и познакомиться с историей России через художественную литературу, через романы. Ну и современные советские авторы, которые обращались к теме исторического романа, здесь тоже есть. Поэтому наряду с Ложечниковым, Яном и прочими авторами, знакомыми нам, многим из нас, можно сказать, с детства, там есть еще неизвестные авторы. Поэтому посмотрите, этот раздел может быть интересен в плане подбора дополнительной литературы, рекомендуемой или для проведения каких-то мероприятий, связанных с исторической тематикой. Вот там целый Каландайк. Еще одна, вот эта вот очень интересная, одна из интереснейших коллекций в разделе русской классики. Еще в этом же блоке есть очень интересная коллекция, которая тоже таит в себе множество возможностей для использования ее в учебном процессе и не только при организации различных мероприятий. Называется она кинороман «Золотая коллекция». Здесь просто целое поле огромное для использования этой коллекции в обучающем процессе. Здесь мы можем и на ее основе проводить какие-то игры, использовать ее, дискуссии, семинары. Можно проводить просмотры, чтения. Посмотрели фрагменты, нашли его в книге, сравнили и так далее. Ну и не только для образовательных учреждений, для библиотек. Здесь много чего можно придумать. Здесь можно придумывать викторины. Здесь можно проводить на базе вот этой коллекции. Можно провести, например, какое-то такое мероприятие. Например, посмотрите, а какие книги еще были экранизированы, но их пока еще здесь нет. Наполнение идет, поэтому не вся литература сюда попала. Ну как реорганизация фондов, переезд фондов – это всегда такое дело. Не всегда они где-то не на тележке, только подъезжают к полкам. Их еще может здесь не быть. А мы можем и на этом построить игру, например. А что еще было игры? А докажите, а вот приведите ссылку на тот фильм. Покажите, а вот какую книгу мы бы сюда еще включили? А какая книга не экранизирована, но вы считаете, что она… И так далее и тому подобное. То есть здесь можно миллион игр выстроить, вариации. То есть идеи просто огромное количество рождаются прямо на ходу. Поэтому посмотрите, интересный такой раздел. Вот в плане такой… Тут во мне проснулся тренер, я уже начинаю прикидывать разные варианты, как из этого можно сделать игру. И здесь представлены произведения писателей разных стран, разных жанров, которые объединяет… Вот одно они стали сценариями для фильмов. Здесь очень много по русской классике, писателей Российской империи, русского зарубежья. Есть СССР, современная Россия и разных стран. Поэтому посмотрите, это действительно… Возьмите просто себе на заметку. Это очень такой интересный раздел, на котором можно построить активности или какие-то интерактивные вещи сделать. И очень большой пласт наших коллекций, он посвящен вопросам истории. И давайте я вам даже покажу… На некоторых из них мы остановимся, а некоторые давайте я вам покажу прямо на экране, чтобы нам было не очень скучно и тоскливо смотреть на презентацию. Мы немножко сейчас погуляем вот здесь. Коллеги, напишите, пожалуйста, появилась ли у вас страничка с такими цветными плашечками. Можно поставить плюсик, можно зажечь огонек. Ага, появилась. Отлично. Спасибо. Ага, спасибо. Все. Если плохо видно, вы скажите, я могу чуть-чуть увеличить. Сделать покрупнее, чтобы было лучше видно. Вот так, например. А вообще вот, во, вот так вот. Вот они все коллекции, все… Ну, просто пришлось очень мелко сделать, да. Вот оно, где все сидит. Да, вот они. Ну, конечно, так неудобно, ничего не видно, поэтому мы их делаем покрупнее. Светлана, киноколлекции, где они сидят? Да, да, вот вопрос, почему я вам провожу вот этот вот вебинар и по книжным коллекциям, и по книжному ядру мы с вами путешествовали, потому что немножко, да, с поиском здесь есть такой момент, сложновато иногда найти. Вот он, смотрите. Я вам сейчас покажу. Светлана, заходим на сайт «Университетская библиотека онлайн». Вот она, да. «Сервисы», «Книжные коллекции». Давайте я даже вот так вот сделаю. Я сейчас выйду из своей учетной записи и зайду как свободный доступ, как пользователь, который не зарегистрирован в ЭБС. Покажу вам, что можно здесь. Вот видите, я зашла, да, я захожу как просто сторонний человек без регистрации. «Книжные коллекции» – все то же самое. Вот я их могу увидеть. Вот, видите, я без регистрации. Иду вниз. Вот оно. Вот библиотека русской зарубежной классики. Малиновый, какой он там, малиновый, не знаю, как этот цвет правильно назвать, розовый, красный. Вот он, красненький такой. После желтенького, красненький. И вот она, золотая коллекция «Кинороман». Нашлись. Отлично. Вот на нее нажимаем. Вот она у меня открывается. Вот она, заставочка. Я вам даже заставочки иногда этих коллекций на слайды прикрепляю, чтобы визуально иногда легче ориентироваться. Вот она есть. И вот они пошли, книги. Что я могу еще увидеть, как незарегистрированный пользователь? Вот меня что-то заинтересовало. Там «Дядюшкин сон», книга. Наводите мышкой. Вас, видите, сразу справа открываются как бы подробности про эту книгу. Если я по ней кликну. У меня откроется книжная карточка. Я даже книжную карточку могу увидеть, не будучи зарегистрированным. Почему я говорю? Даже не будучи зарегистрированными, мы можем этими коллекциями пользоваться, в том числе и для организации каких-то мероприятий. И вот я вижу вся информация по книге. Я вижу библиографическое описание. Даже я могу его скопировать, если оно мне необходимо вставить, отредактировать и использовать. Я могу почитать аннотацию. Вот она. Здесь даже, смотрите, есть фильмография. Кто когда снимал. Все постановки даже есть, театральные телеспектакли, когда записывались. Вот я даже могу посмотреть фильмографию. Тут есть эта информация. Я могу посмотреть даже содержание. Здесь просто номера глав, а если другие издания, там еще названия будут идти. Но чего я не смогу сделать, я не смогу перейти по этим ссылочкам, посмотреть отдельные главы. И у меня, видите, закрыт полстраничный просмотр для книги. Он пишет, что вам просмотр для данной книги недоступен. И предлагает купить электронную или печатную книгу. Либо нужно зарегистрироваться или войти под своим логином, паролем, то есть авторизоваться. Но вот эта часть, это для... Здесь нет для физических лиц. Здесь только для юридических лиц, для организации. Но если наша школа, колледж или вуз, они подписаны на университетскую библиотеку онлайн, тематические коллекции автоматом у вас уже при подписке на базовую коллекцию, учебную, они вам уже доступны. Вот я вам показываю. Даже для неподписанного человека я могу уже часть информации отсюда посмотреть, получить, ну вот почитать не получится. А чтобы почитать, это должна быть подписка. Поэтому если вы относитесь к подписчикам, являетесь уже подписчиком ЭБС, вам достаточно просто авторизоваться или зарегистрироваться студентам, которые еще этого, к сожалению, не сделали. Тогда вам будет открыт полнотекстовый доступ. В противном случае вы можете просто воспользоваться. Ну, для игры какой-то, для викторины, в принципе, даже вот этого уже достаточно, чтобы провести. Ну, вот немножко я вам показала, рассказала. И поисторию. Мы немножко отвлеклись на поиск наших киноколлекций. А я вам хотела рассказать про исторические вещи. Здесь очень много по исторической тематике. Вот один из блоков, называется «Династия Романовых». Сюда входит, дай бог памяти, по-моему, коллекции около 20 или 20-23, где-то так, большое количество. Весь период царствования, династии, начиная от царя Федора Михайловича, где он у нас здесь прятался, до последних дней императорской семьи. То есть структура по императорам. По всем периодам, но по императорам нужно искать. Что здесь есть еще интересного? Большие периоды, они даже в нескольких коллекциях идут. Вот, например, Екатерина II, о ней, про нее, ее, вот, одна коллекция. И вторая коллекция – собрание сочинений и писем Екатерины II. Вот, в 12 томах, вот все 12 томов, они тут есть и можно посмотреть. Это тоже интересно, можно сказать, первоисточники, собрание сочинений, дневники, письма. Все это вот в отдельной коллекции представлено. Ну и по остальным тоже смотрите. Тоже такая же вещь есть с Петром I в двух частях, но там много чего есть о нем. И также история Петра Великого в многотомных изданиях 18-19 века, что и как писали о нем тогда. И вот отдельная коллекция собрания писем и деловых бумаг Петра Великого тоже идет отдельно. Поэтому, если вас интересуют дневники, письма, записки, сочинения самого исторического деятеля, смотрите, нет ли отдельной коллекции вот такого рода. Очень часто они здесь есть. Да, вот он нашелся. Михаил Федорович, первый царь из династии Романовых. И вот по всем у нас императорам, по всем периодам до последних дней императорской семьи. Тоже очень немножко страшная коллекция вот эта. Сейчас немножко ее вам покажу. Немножко страшноватая такая трагическая вещь, потому что здесь есть очень много источников, написанных непосредственными участниками тех событий. С разных сторон подается точка, разные точки зрения с разных сторон. Обычно разная литература же собирается. Мы же библиотека, да, поэтому у нас разные есть взгляды. И здесь есть немножко такие очень сильные, скажем так, вещи. Ну вот они тоже здесь представлены, они тоже здесь есть. Взгляды с разных сторон можно посмотреть. Ну вот, да, немножко такое очень страшновато читается. Вот. Это вот отдельный блок. Если нас интересует династия Романовых, мы смотрим вот этот блок по династии Романовых. По остальной истории, вот эти блоки, это я вам тоже сейчас покажу, что не относится к династии Романовых, ищем в следующих блоках. История России в монографиях, исследованиях, и во всемирной истории тоже можно посмотреть. Еще один, на слайдах это я вам сейчас покажу, а пока в блоках, что еще здесь есть интересного. Военная история, раздел, очень интересный, очень важный. Вчера у нас был вебинар, проводил руководитель отдела разработки, рассказывал нам про историко-патриотическую библиотеку Нестриана. Это отдельный проект. И историко-патриотическая библиотека еще включена в книжные коллекции университетской библиотеки онлайн. То есть есть отдельный проект, куда тот, о котором вчера рассказывали, будет готова запись, посмотрите. Если кого-то интересует вопрос историко-патриотической библиотеки, вы мне напишите, я вам тоже скину еще. В чат можете написать, я вам ссылочки еще скину. Еще один был у нас вебинар. Просто чтобы вы могли с этим познакомиться более подробно вопросом. Есть отдельный проект историко-патриотической библиотеки Нестриана. И есть вот это. Он живет самостоятельно. Вот туда физические лица могут, отдельные граждане могут записываться, оформлять подписку. По стоимости не скажу, надо смотреть на сайте. Но я вам покажу, где там, показывала как-то на прошлом вебинаре, где это можно найти. И есть историко-патриотическая библиотека, которая живет внутри ЭБС. Вот мы сейчас ее смотрим. Да, они немножко-немножко отличаются по наполнению. Здесь побольше литературы, побольше исторических документов, исследований более серьезных. И которые там даже за 19-й век есть, за 20-й век есть, по истории России очень много, по различным вопросам. И вот, пожалуйста, я могу тоже открыть, посмотреть, что есть в этой историко-патриотической библиотеке. Вот, например, в разделе гражданское воспитание. Но смотрите, если я захожу без подписки, у меня все книжечки будут не цветные, как они должны быть, а черно-белые. Это значит, что мы на эту книгу не подписаны. Но мы также можем ее открыть и посмотреть вот ту же самую информацию с книжной карточки взять. Почитать у нас ее не получится. А все остальное нам тоже доступно. То есть познакомиться с составом блока мы здесь тоже сможем. И вот в этой связке с историко-патриотической библиотекой очень интересны вот эти два раздела. Вот наверху они живут. Военная история и из истории дипломатии и внешней политики. После желтой истории, всемирной истории, красненькая и синенькая. По военной истории. Здесь собраны коллекции, тоже видите, их достаточно много. Разного плана. По различным... Здесь есть и сочинения военачальников, и о них, и о различных военных действиях. В общем, вся военная история России, вот она здесь. И не только Россия, вот она здесь собрана. По Первой мировой войне много и очень много по Второй мировой войне. Как видите, здесь совершенно различные есть подборки. Именно поэтому не все они входят в коллекции книжного ядра. Здесь они более расширены, потому что книжные коллекции внутри ЭБС, они рассчитаны на исследователей, на аспирантов, магистрантов, преподавателей, на тех, кто проводит исследования, то есть более серьезной литературы и разных взглядов. То, что идет в книжное ядро, то, что идет в библиошколу, в историко-патриотическую библиотеку, как отдельный проект, там еще делается дополнительная отборка, поэтому какие-то уж слишком неоднозначные, допустим, произведения, они могут туда не попасть. Поэтому это тоже имеется в виду. Но все-таки понятно, там историко-патриотическая библиотека, которая рассчитана в основном на молодежь, на подрастающее поколение, но не всегда у нас критическое мышление хорошо развито, поэтому некоторые книги мы там найти не сможем. Они есть здесь, внутри ЭБС в этой коллекции. Потому что здесь все-таки расчет на людей, которые умеют анализировать, делать выводы и работать с источниками разной направленности. Вот обращаю ваше внимание, кто историко-патриотической тематикой интересуется, вот еще дополнительный раздел вам к историко-патриотической библиотеке Книстриане. И еще вот из истории дипломатии и внешней политики. Здесь рассматриваются дипломатические внешние отношения России на протяжении многих веков, начиная там с 15 века, а то еще и раньше, как они строились с разными государствами, какие были сложности, трудности. И для понимания сегодняшних событий очень много можно найти, еще посмотреть в истории. Опять же, для проведения исследований, для проведения какой-то проектной работы, организации, ну, в основном, вот это постарше, для студентов, взрослых, вот этот раздел тоже может быть полезен. Есть интересные российско-английские и российско-французские отношения и дипломатическая переписка с 16 по 20 век. Ну, представляете, история русско-польских отношений, отдельная коллекция. Ну, и вот тоже обращаю ваше внимание, в привязке к историко-патриотической библиотеке этот раздел тоже может быть нам полезен. Вот из исторических разделов еще вот два таких вам показываю, на которые тоже иногда пробегают, не обращают внимания, но здесь просто огромное количество литературы. Посмотрите, полистайте, побродите по этим разделам, там много чего полезного можно оттуда извлечь. А мы с вами возвращаемся сюда и продолжаем по нашей истории. То, что я вам обещала, часть покажу непосредственно на самом сайте, а часть на слайдах. Прежде чем к истории, отвлечемся чуть-чуть на аудиокниги. Самая первая коллекция, который у нас, самый первый блок, с которого начинаются тематические коллекции, называется «Послушайте». И первая же коллекция, которая там сидит, тоже называется «Послушайте». Это собрание аудиокниг. В данной коллекции, послушайте, более 500 представленных изданий. Пополнение идет. В прошлый раз было чуть поменьше. Значит, уже что-то пополнилось. И вообще аудиокниг более около 3000, 2700, по-моему. Но они находятся в других коллекциях, в других разделах. И вы видите, пространства еще много, не все еще сюда подключено. Идет подключение. С книжного ядра, с проекта «Книжное ядро» мы тоже можем попасть в аудиоколлекции. Вот они разделены на темы. Ссылки работают активно, и можно переходить. Там есть и литературная классика, русская поэзия, история. Есть еще детская литература. Здесь картинки меняющиеся, поэтому она сюда не попала. И есть вот коллекция «Послушайте». То есть мы можем и через ЭБС попасть в этот раздел, и через проект «Книжное ядро русской культуры» тоже мы можем попасть в эту же коллекцию «Послушайте». Но здесь, видите, чуть побольше уже представлено. Поэтому, что туда входит, вот здесь перечислено. Это только малая часть того, что там есть. Вот так выглядят книги-коллекции. Мы также можем открыть, увидеть, как для книжной карточки, точно так же для аудиокниги тоже есть карточка с подробностями, с описанием. Но послушать, опять же, мы можем, только если у нас оформлена подписка. Тогда нам становится доступно. Но, по крайней мере, оценить, что есть, сколько есть, и что здесь полезного, мы можем. И еще один раздел. Да, кстати, в аудиокнигах есть, прежде чем перейдем, вспомнила, есть очень интересные издания. Например, в разделе культурологической литературы есть исследование амфитеатрова «Дьявол в быте легенде литературы средних веков». Есть интересные книги, мемуары о зарождении терроризма в России. Это воспоминания, мемуары начальника Петербургского охранного отделения Александра Герасимова. Я вам покажу. Она есть и в печатном, как в электронном виде ее можно почитать, а можно и послушать. Она озвучена. И есть очень интересная книга Беттани и Дугласа. Джордж Беттани и Роберт Дуглас, по-моему. «Великие религии Востока». Она тоже в аудиоформате сейчас представлена. Это из таких интересных книг. Не все, конечно, все рассказать невозможно. Интересные книги в аудиоформате. «История России в монографиях и исследованиях». Еще один блок. Я вам здесь привожу, как он выглядит, чтобы вы по картиночкам могли ориентироваться. И дальше про него уже рассказываем. Вот это потрясающая просто вещь. Вот что не касается династии Романовых, оно находится вот здесь. «История России в монографиях и исследованиях». Здесь целый клан Дайк. Во-первых, полное собрание летописей. 31, по-моему, том. Все летописи. Лаврентьевские, Ипатьевские, Нестора и кого там только нет. Вот я вам даже этот раздел показываю. Вот ссылочка на эту коллекцию, прямо отдельно вам даю. Прямо по полному собранию русских летописей. Вот здесь можно найти вообще все, что только может быть. И вот она в коллекции присутствует. Еще есть очень интересные коллекции здесь. Вот, например, «Тайны спецслужб». Ну, немножко уже про Алексея Герасимова я вам упоминала. 31 книга. За разные периоды. Есть книги первого главы сыскной полиции Петербурга Ивана Путилина. Его, по-моему, «Жизнь среди воров», как так называется. Есть произведение Аркадия Францевича Кашко. Это вот наш знаменитый русский криминалист, генерал, который был тоже начальником московской уже сыскной полиции. Есть интересная книга Александра Спиридовича. Генерал-майор русского корпуса жандармов, который служил в Москве и одно время был начальником киевского охранного отделения. Он еще занимал должность начальника императорской дворцовой охраны. И вот в эту коллекцию включены... Это только часть тех авторов, которые здесь есть. И сюда еще включены книги реальных руководителей, реальных сотрудников спецслужб дореволюционной России, ГПУ, ЧК, советских КГБ, которые написаны были и представлены нашему вниманию. Как говорится, информация из первых рук. Вообще очень интересно посмотреть, почитать вот этот взгляд со стороны. Ну, про Путилина много и сериалов выходило, но интересно посмотреть уже его непосредственно воспоминания. Ну, и остальные темы тоже для нас могут быть интересны и актуальны. Поэтому тоже вот смотрите. Здесь есть еще, кстати, серьезные труды, помимо вот такого мемуарного характера, есть еще серьезные труды по истории Министерства внутренних дел Российской империи. Тоже кто вот этим вопросом занимается или интересуется, ну, просто ценнейший колондайк. Помимо русских летописей, вот из книжных коллекций мы тоже в этот раздел можем попасть, в этот блок коллекций, и из ЭБС. Помимо этого здесь есть еще вот такая коллекция древности Российского государства. Вот она прям как обложечка выглядит, целого блока. Это вообще просто потрясающе. Вот эти две вещи. Сборник императорского русского исторического общества, 148 томов здесь приведены, и древности Российского государства с иллюстрациями Солнцева. Вот древности Российского государства, вот это, я вам прям ссылочки на эти книги ставлю, можете зайти посмотреть. Ну, и для интереса вам показываю вот эти сами иллюстрации, которые в эту книгу включены. Это раритетное, многотонное издание, которое было опубликовано в середине XIX века. В него входит 6 отдельных томов и 508, по-моему, хромолитографий. Таблицы, хромолитографические таблицы с изображением предметов древнерусского быта, искусства, архитектуры. То есть здесь много чего. Они собраны в отдельные тома. То есть здесь немножко так описание отдельно, картинки отдельно. Поэтому нужно сопоставлять. Может быть, не очень удобно, но зато очень картинки впечатляют. Честно скажу, когда смотришь, кажется, что это фотографии, можно сказать, в современном оборудовании сделано, а это было отрисовано вручную. Все рисунки выполнены Федором Григорьевичем Солнцевым. Это художник, археолог, академик исторической и портретной живописи. И это были акварели. Вот это все акварели. Где он изображал, вот эти все изображения, просто с ювелирной точностью воспроизвел. Здесь и символ государственной власти, и оружие, и костюмы, памятники зодчества, чего только нет. Это вообще просто потрясающий альбом иллюстраций. И вот это издание – это репринт с издания 1853 года. Знаете, что это вообще одна из самых дорогих книг. Ну, в мире не скажу, хотя может быть. Вообще вот смотрела в интернете, ее стоимость определяется порядка, ну, последнее, что я видела, там, 750 тысяч, по-моему, то ли долларов, то ли евро. В общем, хорошенькая такая стоимость книги. А сейчас, наверное, еще больше. Это вот такой раритет здесь есть. И можно не просто посмотреть, можно цитировать, можно брать цитаты, можно пользоваться совершенно легально даже вот таким вот дорогим изданием. Это действительно очень такой потрясающий, когда смотришь эти картины, это просто завораживает. И сборник императорского русского исторического общества. 148 томов. Сюда входят документы и про внешнюю, внутреннюю политику государства. Очень много серий есть, посвященных различным материалам, различных периодов нашей истории. И есть еще, здесь публиковались личные бумаги наших императоров, там, от Петра I, Екатерины I, Александров I, II Николая. И еще есть документы, связанные с деятельностью видных государственных деятелей, сановников. То есть здесь очень много вот такой, да, полезной исторической информации, но это вот из таких исторических вещей, на которые коллекции, которые хотелось бы обратить ваше внимание вот в этом блоке. Да, помимо летописей. Что еще здесь может быть? Что еще есть интересного? Есть еще такая интересная вещь, тоже связанная с историей, называется «Полное собрание законов Российской империи». Для юристов точно будет интересно в историческом аспекте с 1649 года по 1913 год вот «Полное собрание законов Российской империи». Вот вам, пожалуйста. Но живут они немножко в другом разделе. Вот я вам показала, где вот эти коллекции у нас обитают. они обитают в блоке «История России в монографиях». А «Полное собрание законов» обитает вот в этом блоке «Общественной науки». Вот они, вот они пошли. И вот здесь их можно найти. Прямо такую подсказочку я вам делаю, в каком блоке эти вещи можно поискать. Ну и прямые ссылочки, для кого это интересно, захочется посмотреть или нужно будет для работы и исследований, я вам прям полностью даю прямые ссылки на отдельные вот эти три выпуска законов, на три коллекции. Поэтому можно самостоятельно искать, можно воспользоваться этим. Вот так они выглядят. Там внутри, немножко так заставочку вам сделала, в каждой из этих трех коллекций по годам. То есть по томам, тома по годам, то есть за один и тот же год может быть несколько томов законов. Поэтому здесь огромное просто количество источников, которые можно найти. Касаются всех аспектов гражданского, правового регулирования, законов творчества. То есть тут море информации. Что еще есть, раз уж мы в этот раздел нырнули, что еще есть в разделе общественной науки? Вот коллекции я вам перечислила, которые туда входят. Жирным шрифтом выделены те коллекции, которые есть в проекте «Книжное ядро русской культуры». Вот они там тоже есть. Но, как видите, часть коллекций, она есть только при подписке на электронную библиотечную систему университетской библиотеки онлайн. Почему? Они несколько... Скорее будут интересны исследователям, но студентам, эспирантам, магистрантам, преподавателям, но не обычным пользователям, физическим лицам. Здесь, может быть, не очень они будут интересны. Это педагогическая классика. Это в основном тоже в исторической ретроспективе. Библиотека ректора. Это не про современность. Это про период просвещения, про российские университеты, но тоже исторических вещей. Там достаточно много интересно посмотреть. Все, что про современность, это вот в издательские коллекции, либо в базовую... базовая подписка там, где учебная литература. Но есть одна интересная коллекция лауреаты Нобелевской премии по экономике. Здесь собрана... Про нее я вам чуть попозже расскажу. Сначала с историей завершимся. Но вот эту коллекцию, обращаю ваше внимание, кто особенно работает с магистрантами, студентами, и у вас есть подписка на ЭБС, вот на нее обратите внимание. Особенно кто пишет какие-то работы по экономике. Почему? Я вам чуть попозже сейчас расскажу. Да, еще здесь вот интересно, вот этот раздел есть. История парламентаризма в России, начиная от Новгородского Веча, заканчивая Государственной Думой, и парламентаризм... Какого там, первого-четвертого созывов, Сенат, все-все-все-все-все-все. Вот в таком-то... Прямо-то они идут по хронологии. Тоже интересный такой аспект. Этот вопрос. Всемирная история, блок. Здесь обо всем. Три коллекции по истории античности, три коллекции по истории Византии. Это прямо отдельные коллекции идут. Три коллекции по истории средневековой Европы. И есть тоже интересные коллекции «Россия и Запад. Вечная интрига». И есть отдельная коллекция «История Украины. Про и Контра». Эта же коллекция есть и в книжных коллекциях она доступна, и в историко-патриотической библиотеке. Мы тоже на нее можем попасть. Но, опять же, имейте в виду, что набор книг в разных коллекциях может отличаться. Называется одинаково, но в зависимости от того, откуда мы заходим, они будут немножко отличаться. Есть историко-патриотическая библиотека еще у нас в разделе «Библиошкола». И, естественно, там и в отдельном проекте «Историяны», так как он ориентирован еще и на молодое подрастающее поколение, не вся литература, особенно такого немножко спорного содержания, может быть отражена. Поэтому это тоже имейте в виду. Наиболее полные варианты, они представлены в коллекции БС. Полный набор книг. Ну и тоже как дополнение коллекции к той же патриотической библиотеке может быть использовано. Религии человечества. Буддизм, ислам, иудаизм и, конечно же, много по православию литературы, много коллекций есть. Здесь присутствуют и тоже можно посмотреть, выбрать много интересной литературы. Здесь тоже собрано. И вот то, что я вам говорила про лауреатов Нобелевской премии. Общественные науки. Лауреаты Нобелевской премии по экономике. Здесь в этой коллекции собрано более 40 лекций лауреатов Нобелевской премии. Вот эти Нобелевские лекции, которые они читают, как правило. И вот это очень полезный ресурс для цитаты ссылок. Для аспирантов-магистрантов, для студентов. Да и для статей преподавателями тоже может пригодиться. Ну, представляете, как можно повысить статус своей ссылки. Он растет. Если мы ссылаемся не на какой-то интернет-ресурс, какой-то сайт, чего-то, где-то я нашел в интернете, а на цитату из Нобелевской речи, лауреата Нобелевской премии, да еще с хорошим библиографическим описанием. Тем более, что ссылки и описания здесь уже готовы. Нам осталось только слегка их подправить, подформатировать. А что в основном лекции не самых последних лет. Там есть и за 90-е, ну, есть за 90-е, есть, по-моему, с начала 2000-х годов, за 80-70-е очень много. Так это даже и хорошо. Всегда это тоже можно обыграть. И актуальность сохранилась и в наши дни, несмотря, что вот еще тогда оставился этот вопрос, и никем-нибудь еще в таком году лауреат Нобелевской премии такой-то отмечал важность этой проблемы и так далее. Либо наоборот, вот тогда это было актуально, а сейчас вот проблема уже решена, хотя в то время. То есть обыгрывать здесь можно как угодно. Но работы действительно очень интересные, очень интересные лекции. И действительно для включения в свои курсовые, дипломные, магистрские или диссертационные исследования цитат из этих лекций тоже, в общем-то, наверное, неплохо. Ну, среди зарубежных представителей есть и наш лауреат Конторович. В 1975 году он прочитал эту лекцию. Наш советский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1975 года. Ну, тоже посмотрите, почитайте, достаточно интересно. Ну, у кого есть доступ, опять же. Только через ЭБС мы сюда можем проникнуть. Открыт. И вот, да, две книги интересные, на мой взгляд. Я вам тоже привожу игры с неполной информацией и две лекции. И рациональное принятие решений в бизнесе. Вот они могут быть использованы. Одна из них 1994 года, вторая вот эта 1978 года. Вот эти лекции, например, могут быть использованы при написании работ по менеджменту, принятию решений, управленческим каким-то дисциплинам. Все это может быть поиспользовано. Ну, и остальные тоже можно посмотреть. Но это вот мне как-то немножко поближе. Принятие решений в бизнесе, там, теория игр. Кстати, вот эта вот книга написана на примере переговоров между США и Россией, которые проводили в 60-е годы по контролю над вооружениями. И вот один из вариантов из теории игр, игр с неполной информацией, он как раз рассматривает на этом конкретном примере. То есть вот такие вот интересные вещи здесь попадаются. То есть тоже можно использовать в своих работах, посмотреть, на какие-то идеи может натолкнуть. Вот такие интересные коллекции у нас есть. Еще одна интереснейшая коллекция, которая здесь собрана, Эврика. В нее входят 10 коллекций в мире науки. То, что выделено жирным шрифтом, есть и в книжном ядре, в тематической коллекции. Можно их посмотреть, к ним попасть. Единственная вот эта коллекция, она только в ЭБС, 83 книги, но зато в остальных, в популярной науке, в занимательной науке, там уже, смотрите, почти 200, по 200 книг интересных можно найти. Самообразование на досуге, обращаю ваше внимание, особенно наших пользователей ЭБС, потрясающая вообще вещь. Хотя здесь всего-то около 80 книг. Это книги серии Эврика, была такая серия, выходила в издательстве «Молодая гвардия». Может быть, вспомните даже по обложкам, я ее вспомнила, я давно искала одну книгу, помню ее с детства. Помню что-то про иммунную систему, про иммунологию, очень мне там нравились картинки, просто они первые привлекли, и написано было, ну настолько захватывающе, ну просто детектив, читалось на одном дыхании, хотя вроде бы серьезная книга. Я забыла автора, я уже не, но я помнила, как выглядит обложка. И вот, готовясь к вебинару, я вдруг чисто совершенно случайно нахожу, что батюшки, она же оказывается здесь есть, Рэм Петров, вот эту книжку привожу. Посмотрите даже, даже если не здесь получится найти, просто в открытых источниках попробуйте найти, посмотреть, почитать. Ну а если у вас есть подписка или оформите подписку на АИБС, то можно ее и здесь почитать. Вот я вам пример привожу, странички, замечательные, вот такие юморные иллюстрации, которые очень сильно запоминаются, и узнаваемы, и стиль подачи материалов. Вот во всей этой серии, кстати, Лев Успенский по закону буквы тоже в этой же серии выходила, она тоже здесь есть. Это вообще целый колондайк. Целый колондайк для идей, для преподавателей, для тренеров, учителей, вот у кого можно поучиться, рассказывать историю, подавать материалы, как у авторов этой серии. Она не только для самообразования. Это ищите идеи, думаете, как написать стори-теллинг, нужны примеры, думаете, как интересно подать скучную, неинтересную тему. Вот он, вот он, просто склад добра, примеров и идей. Только бери. Как написать интересный заголовок, так чтобы вы привели. Все это здесь есть. Подача материала просто потрясающая. И опять же, подсказка идей, подсказки каких-то примеров интересных, которые можно отсюда взять, на которых раскрываются темы, даже если они, может быть, немножко не к вашей тематике относятся, но вот пример можно трансформировать и применить к себе. Это мы уже умеем делать, правда же. Потрясающая буквально серия. 82 книги здесь, вот вспомнила. Но она только в ЭБС. Вот единственная серия, которой нет в книжном ядре. Но зато в книжном ядре нам доступны все вот эти серии, вот я вам, все вот эти коллекции, и я вам даю прям ссылки на них. Очень тоже интересно, есть популярно о науке. Вот эта верхняя плашечка, это из вот этой 167 источников. Тоже можно найти много интересной литературы, и ничего страшного, если нам недоступна Эврика. Есть занимательные науки здесь по разным наукам. Здесь химия, агрономия, есть еще физика, астрономия, математика и много-много других. Они прям по разделам идут. И очень классный раздел «Головоломки для детей и взрослых». Вот я отсюда взяла. Они тоже идут, там несколько разделов. Один из них – «Занимательные числа и формы», но не только про них есть. И вот книга, которую тоже нашла давно, не видела ее, можно сказать, с детства. Ой, просто потрясающая вещь, математическая смекалка Кордемского. Замечательные игры, замечательные задания. Это вот для викторин, квестов, для чего угодно. Отсюда информацию просто кладезь, можно понабирать. Вот эти вот три раздела нам доступны и в книжном ядре. Тоже, и как физический лиц, мы можем его прочитать. С ними познакомиться и поработать. Наиболее серьезные в этом же блоке представлены серии. Две серии по математике, исследования и открытия. И серия математика в лекциях и задачах. Вот это две серии для тех, кто ищет, как у нас иногда учителя, преподаватели любят говорить, вот старый учебник не могу найти. Вот раньше был, вот в советское время был такой хороший учебник, там было хорошо, эта тема изложена. Посмотрите вот эти два раздела. В исследование и открытие вошли монографии и лекции по математике, которые написаны выдающимися отечественными и зарубежными учеными. Здесь пять серий. Я их вам привела. Книги из этих серий, они у нас здесь приводятся. в этом разделе. И кто для знатоков математики, знакомых с этими сериями, надеюсь, это для вас знакомо. И 92 книги из вот этих, сколько у нас там, тоже пять серий, приведены в разделе математика в лекциях и задачах. Ну вот по этим книгам училось не одно поколение советских математиков. И изложение вполне доступное, вполне логичное, увлекательное. И очень большое количество, огромный спектр задач и примеров для разных областей применения законов математики. Вот это делает вот эти учебники, вот эту литературу не только интересную, но и актуальную сегодня. Поэтому обратите внимание, что-то отсюда тоже можно брать для тех же ФОСов, фондов оценочных средств для задач. Здесь просто огромное количество. Ну и есть даже издание библиотечки физмат-школы. Говорят, что очень хорошее. Вот не знаю, я не математик, но сказали, что имеет смысл посмотреть эту библиотечку тоже. Она тоже есть в этой коллекции. Еще один интересный раздел «Мемуарная и биографическая литература». Вот то, о чем я вам говорила. Вот коллекции, которые входят в этот раздел 15 коллекций и почти тысячи книг. Воспоминания самих авторов автобиографии и биографии литературы о них. Выделила вам только ссылки на несколько коллекций интересных, на мой взгляд, воспоминания ученых и омученых о морских путешествиях и плаваниях вокруг света. Интересная коллекция «Женщины правят миром». Да, вот так вот «Правят миром». Подтверждение этому здесь можно найти. Необычный, с удивлением узнала, что был такой необычный деятель у нас, Николай Морозов. Называется очень интересно. «Межзвездный скиталец. История человеческой культуры. Неоднозначная личность». Но я вам специально ссылочку ставлю. Зайдите, посмотрите. Действительно удивительнейший человек. И еще ссылочку я вам здесь не дала, но прямую, но в блоке она есть. Вот так выглядит блок. Зайдите, посмотрите вот это. «Биографическая библиотека Флорентия Павленкова». Она связана с предыдущей коллекцией «Мемуары замечательных людей». Мы знаем «Жизнь замечательных людей». Знаменитая серия. А вот здесь немножко другая серия. «Мемуары замечательных людей». Тоже очень интересная коллекция, представлены воспоминания. Это новая серия издательства «Директ-медиа». Мемуары, написанные самими участниками о своей жизни, они представляют наибольший интерес. И вот они как раз в эту коллекцию входят. И связанная с ней «Биографическая библиотека Флорентия Павленкова». Коллеги, а кто знает, кто такой Флорентия Павленкова? Что это за дети? Можете в чат поставить «плюсик, если знаем, минусик, если не знаем». С чего вдруг, да еще биографическая библиотека, да еще его имени, кто это вообще такой? Во! А я вам не даром сказала про жизнь замечательных людей. Серию знаем все. А с кого она началась, мы не знаем. Вот с него она и началась. В 1890 году это был русский издатель Флорентий Федорович Павленков. Могу неправильно ударить фамилию, не сердитесь, просто не скажите тогда, если я неправильно ударил. Он начал, прислая ему в голову, такая идея, надо что-то интересное издать. И вот он начал эту издательскую, он начал эту издательскую серию «Жизнь замечательных людей». И впервые были изданы целая серия биографий выдающихся деятелей культуры, литературы, искусства и прочих областей. Писалось это все не просто абы кем, а отбирался, как бы сейчас сказали, провели кастинг, серьезные и талантливые авторы. Особое внимание было, очень строгое отношение к использованию фактического материала, чтобы все соответствовало, никаких от себя придумок не должно быть. Но в то же время должен быть хороший русский литературный язык, должно быть увлекательное и интересное повествование, которое захватит и поведет читателя по волнам биографии выдающегося человека, чтобы это было не скучно, женился, родился, закончил, поступил. Нет, это должно быть интересно, но при этом строгое соответствия фактам. То есть требования очень строгие, очень жесткие. И вот эта серия, она писалась с расчетом для образования широкого круга российских читателей разных слоев, поэтому и язык подбирался вот именно такой простой, чтобы был интересен и понятен всем, но в то же время не заигрывать и не слишком уши упрощать. И не только писались книги, еще делались и переводы книг зарубежных исследователей. Причем к этому тоже был очень строгий отбор и очень скрупулезно и тщательно выверялось вообще все, чтобы в переводе не было никаких нюансов. И вот это издание, даже в современной России, издание вот этих книг библиотеки Флорентия Павленкова, оно уникально. Оно уникально. Это не современную серию, мы знаем, она до сих пор выходит, а вот та, с которой все началось. Вот здесь она есть. Это и есть биографическая библиотека Флорентия Павленкова. 206 изданий, 206 книг. Зайдите, посмотрите. Потрясающие просто вещи. Вот такие уникальные, раритетные коллекции у нас здесь присутствуют. Про Николая Морозова тоже не забудьте, посмотрите. Очень интереснейший человек, непростая судьба и очень необычная. Стоит только сказать, что 23 года он провел в заточении, в одиночной камере Шлиссербургской крепости, а туда можно было выписывать научную периодику и книги, и он этим занимался. И вот через 23 года, когда он выходил в 1905 году на свободу, у него была целая научная библиотека и еще целый ряд научных трудов. То есть самообразованием он целую эпоху, можно сказать, породил. И после 1918 года он был директором, естественно, научного института имени Лесковта. Вот такой вот необычный человек. Тоже посмотрите, очень интересная коллекция его работ. Здесь я останавливаться долго не буду, просто скажу, что есть еще вот такая коллекция «Приключений для школьников и старших». В книжном ядре она тоже есть, она тоже доступна. Здесь немного, семь коллекций, но в каждой из них тоже по десятку, другому, третьему, по сотне другой книг оно есть. Отобрано очень тщательно, очень хорошее сюда произведение попали, вот именно приключенческого, такого фантастического плана. Сказки здесь есть, здесь есть разные приключенческие, ну вот по коллекциям они разделены. Есть классика, русская и зарубежная классика для школьников. Тоже имейте в виду, кто ищет литературу, по этим тематикам она здесь тоже присутствует, именно для школьников. литература в видении, языкознание. Небольшой раздел, всего пять коллекций, вот я их прям сюда вам вывела. Посмотрите, тоже очень интересные истории, историко-литературные коллекции здесь собраны. Есть еще и классические труды по зарубежной лингвистике, опять же, второй половины 20 века, есть и книги по 19, началу 20 века, то есть те издания, которые вы просто так не найдете. Где-то просто так. Ну и еще немножко драгоценностей. Есть 14 коллекций философской мысли Блока, есть 10 коллекций в мире искусства и мастерства. Посмотрите, здесь есть разные абсолютно направления представлены. Музыка вынесена отдельно, 7 коллекций. Здесь есть все, и вот эту коллекцию тоже посмотрите. Это совместный проект издательства Директ Медиа и Центральной городской публичной библиотеки Майяковского. Народы мира, да, кухни народов мира, время к обеду, пора завершать. Актуальная коллекция, с нее и начнем знакомство. Тоже посмотрите, очень интересные подборки здесь есть литературы. И, коллеги, ну вот в завершении мы немножко так пробежались, на некоторых интересных моментах остановились. Как всегда, последние залы мы прошли быстро, но зато я оставляю вам возможность самостоятельно поизучать, походить, побродить, посмотреть, пооткрывать и принять для себя решение. Интересны ли вам эти коллекции и нужны ли они вам в вашей работе или, может быть, в вопросах самообразования, будем ли мы ими пользоваться. Вообще, очень рекомендую. Дополнительная литература, вот дополнительная какая-то информация, которая содержится здесь, это просто кладезь. Даже для наших идей, даже то, что я вам показала, там с библиотекой киноромана так набросали несколько идей, а это действительно, многие из этих произведений, они могут стать основой для ваших примеров или сторителлингов, или заданий, семинарских занятий. То есть активно используйте вот это и, уважаемые библиотекари, тоже покажите своим преподавателям, что они, особенно профильных кафедр, да, там, чьи направления подготовки студентов вот подпадают под эти коллекции. Покажите им, пусть они этим пользуются, пусть дают задания студентам, пусть они на основании этого тоже используют в своих работах, потому что мы ищем иногда эти источники где-то на стороне, хотя они спокойно лежат и у нас есть доступ. Тем более, что, читая онлайн книги ВБС, университетская библиотека онлайн, вы там же имеете возможность сразу из источника делать цитаты, получать описание. И про это уже мы рассказывали вам, есть такой раздел в личном кабинете, цитатник, где вы прямо, читая книгу, можете делать, выбирать цитаты, автоматически себе их загонять. Вот такая вот возможность есть. И вот все, как говорится, в одном флаконе. И теперь два варианта доступа коллекции ВБС. Я вам показала сейчас и свободный доступ, и по подписке странички открывала. Вот еще раз напоминаю, чем они отличаются. Если я захожу по подписке, как подписчик, то ВБС, мы сейчас рассматриваем университетскую библиотеку онлайн, я вижу информацию вот в таком виде, я могу прочитать, содержание и переход по главам мне уже становится доступен. Да, я могу и купить электронную версию, если вдруг, или там печатную, если меня это заинтересовало. И если такая кнопочка есть, значит книгу можно приобрести. Если такой кнопочки нет, то только читаем онлайн. Но даже читая онлайн, вы можете даже брать фрагменты из этой книги и вставлять, например, на свои сайты или в свои, господи, СДО, онлайн курсы. Такая возможность здесь тоже есть. Ставка кода. Вот посмотрите вебинары Павла Каленикова, он об этом рассказывал. И цитаты сразу мы, читая книгу, можем себе делать выборку по книгам. Потом для работы это просто незаменимый помощник. А вот если я захожу по свободному доступу, он мне пишет вот так. То есть вот эту информацию воспроизводит, то, что я вам показывала, но почитать не получится. Значит, нужно оформить подписку, и тогда мне все радости и прелести жизни будут доступны. Здесь есть тоже маленький нюанс, как оформляется подписка. Тоже есть два варианта. Можно подписаться, вот то, что я вам показывала. Ну, у нас и тема была коллекции ЭБС, университетская библиотека онлайн, но еще попутно немножко рассказывала про ядро книжной русской культуры. Что еще из этих коллекций есть здесь. Так вот, два варианта подписки. На ЭБС, университетская библиотека онлайн, подписка для юридических лиц, для образовательных организаций онлайн-школы, почему тоже могут подписаться, но это нужно уже в индивидуальном порядке выяснять, уточнять и разговаривать с менеджером. Но это подписка для юридических лиц. Отдельное физическое лицо сюда подписаться не сможет. Но мы можем подписаться на книжное ядро русской культуры. Помните, я вам показывала? Из него мы тоже попадаем в тематические коллекции. Вот для физических лиц или юридические лица, но которые не являются подписчиками ЭБС и хотели бы получить доступ вот к этим богатствам. И не только. Здесь в книжном ядре еще много чего есть. Но на ЭБС мы пока не можем подписаться, а вот это нас интересует. В этом случае вы отдельно можете оформить подписку как физическое или юридическое лицо на книжное ядро русской культуры. Как это делается? Про подписку на ЭБС рассказывать не буду. Это отдельная история. Книжное ядро. Либо с главной страницы книжного ядра там можно оставить заявку. Вот здесь. А можно сразу перейти к условиям подписки. Есть две странички. Подписка для физических лиц и подписка для юридических лиц. Здесь все объясняется и рассказывается о проекте. Он немножко называется «Не пугайтесь». «Нонфикшн» Это старое название проекта. Пока он сейчас меняется, это вот ровно то же самое есть. Это наши тематические коллекции. Это наше ядро, книжное ядро русской культуры. Вот это оно. Поэтому не думайте, я ничего не напутала. Это ровно то, что должно быть. Название поменяется, все будет хорошо. И здесь можно посмотреть сроки подписки, стоимость. Вот для физических лиц мы можем еще выбирать вариант. Для юридических лиц есть возможность еще такого тестового доступа, как демо-версия, оформить подписку и посмотреть. В ЭБС, кстати, тоже самое. Есть возможность демо-версии, оформить такую тестовую подписку, посмотреть, попробовать и дальше уже принимать решение. Но на какой срок, тоже не скажу. Там может поменяться, поэтому, чтобы вас не вводить в заплуждение, это лучше уже с менеджером уточнить. Ну вот на книжное ядро есть такой вариант. То есть к нашим коллекциям мы можем получить доступ либо через подписку, став клиентом ЭБС университетской библиотеки онлайн, либо подписавшись отдельно на книжное ядро русской культуры, если мы не подписчики ЭБС и пока не планируем. То вот у нас есть вот такой вариант подписки. Для подписчиков ЭБС доступ к тематическим коллекциям, еще раз напоминаю, автоматически открывается. Ну и вариант фри доступа, когда вообще нет никакой подписки, я вам показала. Какие возможности там тоже есть. Сегодня мы именно в таком формате с вами и погуляли по тематическим коллекциям. Ну вот, коллеги, вроде бы на сегодня и все рассказала, показала, по практически всем коллекциям мы пробежались. А, да, еще один самый важный момент. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, вот здесь нет историко-патриотической библиотеки. Вот здесь она есть, то, что я вам показывала, историко-патриотическая библиотека нестеряна ВБС. В книжном ядре ее нет. Вот, это отдельный проект, на него нужно отдельно подписываться. Вот для физических лиц просто, чтобы вы понимали. Книжное ядро русской культуры – это одно. Историко-патриотическая библиотека, она идет как отдельный проект вот для всех желающих. А ВБС, они, она тоже сюда входит. Для организации все в одном комплекте. Просто, да, вот маленькое дополнение. Забыла вам сказать. Ну вот, коллеги, вроде бы и все. По вопросам подписки, доступов, тестовых доступов, условий, возможностей. Все решается, все оговаривается. Не стесняйтесь спрашивать, уточнять и выяснять. Я вам даю здесь на последнем слайде все контакты. Еще раз, самый главный контакт – вот электронная почта менеджер.directmedia.ru. Все вопросы пишем туда. Можно позвонить. Вот есть два телефона. Надеюсь, что все, все, брала сайта. Надеюсь, что все правильно. Ну, по крайней мере, почта точно работает. Ссылка на сайт biblioclub.ru, самая главная страница есть. И отдельно вам даю на историко-патриотическую библиотеку Нестриана. Вот то, о чем вчера рассказывал у нас Павел Кухаренко, руководитель наших разработчиков. Новый проект, отдельный проект. Он теперь живет вот здесь. Тоже можно зайти, посмотреть. И вам прям ссылочку сюда тоже даю. Для тех, кто вчера у нас не был, ссылку не взял, чтобы вы тоже могли с этим проектом познакомиться. И отдельно проект «Книжное ядро русской культуры». Вот она, ссылочка. Для физических лиц вот эти две ссылочки можно отдельно на эти две коллекции, вернее, на собрание коллекции, на книжные коллекции и на историко-патриотическую библиотеку подписаться на одну, на все, как угодно. Ну и не забывайте уточнять вопросы, условия вот по адресу. Ну вот, коллеги, вроде бы и все. Да, спасибо, Галин. Спасибо, коллеги. Ух, боялась, чтобы не было скучно. Если будет интересно, если такой формат небольших экскурсий. Просто сегодня у нас была такая обзорная. Мы пробежались по всем богатствам. Хотелось рассказать вам, как можно больше показать. Господи, сколько же много мы пропускаем, когда не обращаем внимания, а заходим в ВБС только за учебниками. А на самом деле там столько всего. Ух, поэтому, коллеги, если тема будет интересна, в нашей группе Директ Академия можно зайти под анонсом этого вебинара. Просто напишите, что там. Хотим еще, хотим коллекции. Оставьте какой-то комментарий. Для меня это будет просто сигналом. Я тогда попробую еще более подробно уже останавливаться. Не вот так вот голопом по Европам пробежать, а посмотреть, более подробно посмотреть какие-то интересные коллекции, выборки по каким-то тематикам. Например, отдельно по математике, или по истории, по физике. Что интересного есть там и современного, и старого, и из учебников, и с того, и с сего. Только, пожалуйста, напишите мне, пожалуйста, в комментарии под анонсом. Если это интересно, тогда мы это будем делать. И я вам такие вот интересности буду периодически рассказывать, показывать, проводить вас по этим. Как это, закрытые хранилища, да, на ночь в музее. У нас вот такая ночь в библиотеке. Не знаю, не найдешь эту информацию. Да, Светлана, вот иногда вот это вызывает затруднения. Я вот по коллекциям для себя сейчас такую делаю подсказку. Ну, когда ее сделаю, с вами тоже поделюсь. Посмотрите, если это удобно, тоже можно будет пользоваться. Не отдельная вещь, а такой вот помогатор для ориентира в коллекциях, чтобы можно было быстро туда попадать. Да, просто ссылками. Ну, есть такая идея. В общем, не буду забегать вперед, пока еще она не реализована. Но я с вами тоже поделюсь. Можно в мою группу ВКонтакте тоже заходить. Я туда обычно все такие штуки выкладываю. И нужны обзоры, помогатор, хорошо, коллеги. Все, уговорили, будем делать. Не обещаю скоро, потому что 28-го начинается мой курс, но постараюсь как можно быстрее это все сделать. Вот сюда можно в нашей группе Директ Академия в комментариях под анонсом написать все, что вам интересно. То, что вы сейчас в чат писали тоже, чтобы мне сориентироваться. И можно еще вот сюда заходить. Сейчас я вам ссылочку на группу дам. Вот. Это уже моя группа библиографии для не библиографов. Там тоже, когда какие-то интересности появляются, их тоже сюда выкладываю. Можно сюда тоже заходить и следить. Ну вот, коллеги, на этом мы нашу сегодняшнюю встречу завершаем. Так, по-моему, у меня что-то подвисло. Да, коллеги, немножко под конец не выдерживает уже техника, немножко подвисло. Не пугайтесь, без ссылки на сертификаты я вас не оставлю. Ну вот, коллеги, со всеми, кто был с нами сегодня, кто будет смотреть нас в записи, мы прощаемся. Всем хорошего настроения, всем всего доброго. Удачных поисков и интересных находок в книжных коллекциях. А мы с вами встретимся на наших следующих выберах.